Всем привет! Вы на канале Кофис. Давненько мы ничего не готовили. Объединившись с нашими партнерами из ChocoFactory, мы разработали натуральный какао родом из Cote d'Ivoire. И в сегодняшнем видео я отвечу на вопрос, как правильно готовить какао. Меня зовут Антон. Поехали! Вообще, количество вариаций и рецептов приготовления какао огромное и огромное количество. Мы же с вами будем использовать какао из Cote d'Ivoire и приготовим классический рецепт какао. А в качестве бонуса приготовим какао с добавлением различных ингредиентов. Готовить мы будем на рожковой кофемашине, но не спешите выключать это видео. Рецепты, которые я покажу, прекрасно подойдут для приготовления какао в домашних условиях. Единственная разница в том, что готовить какао дома нужно будет на плите, используя маленькую кастрюлю либо сотейник, но четко следуя рецепту. Классический какао это простой и очень полезный напиток. Поскольку какао-бобы это плоды дерева какао, за время произрастания они насыщаются множеством полезных микроэлементов, витаминов, минералов и антиоксидантов. А еще в какао содержится кофеин, поэтому чашка классического какао может стать отличной заменой утренней чашки кофе. Для его приготовления мы подготовим чистый сухой питчер. Если же вы готовите какао дома, то подготовьте маленькую кастрюлю либо сотейник. Вы можете готовить какао как на воде, так и на молоке. В любом случае количество ингредиентов останется неизменным. Я буду использовать обычное коровье молоко 3,2% жирности. Ставим питчер на весы и добавляем 100 мл молока. Далее сверху мы добавим 15 г какао. Это приблизительно 2,5-3 чайные ложки. И к нему добавим еще 100 мл молока. Далее берем ложку и аккуратно помешиваем. Наша задача не растворить какао в молоке, а размешать его. Для того, чтобы а. он не пригорел ко дну во время готовки и б. не скомковался. Теперь взбиваем его на форсунке до оптимальной температуры. Приблизительно 75-80 градусов. Переливаем в бокал. По желанию вы можете добавить сахар, сироп, корицу или взбитые сливки. Наш классический какао готов. Мы приготовим холодный клубничный какао. А приготовить его довольно просто. Берем чистый сухой питчер и добавляем 25 мл клубничного пюре. Я буду использовать пюре компании Royal Cain. Наливаем 100 мл молока и 13 г какао. Сверху добавим еще 100 мл молока. Как и в первом случае, берем ложку, аккуратно и медленно помешиваем полученную основу для напитка. Теперь идем к форсунке и взбиваем наш какао до температуры приблизительно 60-65 градусов. Если у вас нет термометра, то определить температуру довольно просто. Потрогайте питчер или сотейник рукой. Если рукам уже не комфортно, но еще не горячо, поздравляю, вы попали в нужную температуру. Теперь берем бокал и наполовину наполняем льдом. Полученную жидкость льем на лед. Наш холодный клубничный какао готов. Ну и завершим наш какао-марафон кокосовым какао. Для этого в чистый сухой питчер или сотейник добавляем 10 мл кокосового сиропа, 100 мл кокосового молока, 25 г нашего какао и еще 100 мл кокосового молока. Также аккуратно размешиваем ложкой и взбиваем все это дело на форсунке до температуры приблизительно 75-80 градусов. Переливаем в бокал. При желании вы можете изменить подачу этого напитка. Например, украсить взбитыми сливками и кокосовой стружкой. Или, к примеру, подавать этот какао с долькой сушеного ананаса. В общем, решать вам. Ну что ж, друзья, сегодня мы научились готовить какао. Если для вашей барной карты необходимо увеличить объем готового напитка, то увеличивайте количество какао и молока пропорционально тому количеству, которое было озвучено в сегодняшнем видео. А если у вас остались какие-то вопросы, то смело пишите их нам в комментарии, и мы с радостью на них ответим. На этом все. С вами был Антон. Пока!